Здравствуйте, я Лилия Игликова. Украина, война и мир. Тема нашего разговора сегодня. С нами на связи по скайпу из Москвы военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов. Александр, здравствуйте. На уровне тактики военное противостояние России и Украины в информационном пространстве освещается очень детально, но по стратегии возникает все больше и больше вопросов. Украина озвучивает идею, которая, по моему мнению, поправьте меня, если я ошибаюсь, гарантирует продолжение войны. Это возвращение к границам 91 года. Владимир Путин никак не обозначает сейчас, чем война должна закончиться. Заявленными целями Москвы, мы помним, были деноцификация и демилитаризация. Но что мы можем констатировать сегодня? Приведу слова Пригожина. На момент начала демилитаризации, по словам Пригожина, воевать на Украине умело 20 тысяч бойцов, а теперь их 400 тысяч. Было условно 500 танков, теперь 5000. А вместо деноцификации Украины Россия сделала ее нацией, которая известна во всем мире. Это цитата из выступления Пригожина. Еще одна заявленная цель это не допустить расширения НАТО на восток. Что мы можем констатировать сегодня? Финляндия вступила уже в НАТО, Швеция вступает. Вопрос, каковы же стратегические планы России и по вашему мнению, насколько они реалистичны? Вы знаете, на самом деле, Пригожина при профессиональном военном не является. И количество танков в Украине было явно не 500, а гораздо больше. Аж как и вооруженные силы Украины, насколько они полностью на нашел попытки, стали под 400 тысяч человек. Причем я их даже минимизирую. Украине считаю, что еще больше у меня было сил. Сейчас вообще говорят о 700 тысячах штыков, а тогда 400 тысяч. Я думаю, что и Зеленский не стал бы дрожать, если бы услышал эту цифру. Так что, с чего вдруг, с какого потолка Пригожина взял, что там было 20 тысяч бойцов, я не знаю. Может быть, он имею ввиду серию ВДВ, но опять-таки, ВДВ — это не все бойцы, да и военники, в принципе, не ВДВ. Так что, я не молоку, которые заседали. Кстати, у Пригожина снова штормовая пехота, отнюдь не спецназ и не ВДВ. И не надо так делать акцент на фигуре Пригожина. Я напомню, что у нас 40 добровольческих комплексов, где-то 19, мало того, более чем обстреляны со всех регионов. Они находятся на площади на содержание регионов, включая Южный Урал, Бушарах, Казахстан — два батальяна. Чечня, естественно, известная тема — четыре батальяна. Алайи — батальяна, они спереди там оказались, не спрещены, держались за пары. Казаки — Большой союз, много тысяч человек. Так что, понимаете, тут я вот Пригожина, как вы райели, особо сильно не играю, на мой взгляд. В том, что КСС, а что происходит, я на днях был в эфире с бывшим советником министра обороны Украины Режником. Он был в Киеве, я в Москве. Эфир был арабского канала, Альжа Азина. И я услышал отрезок и ту же самую логику, что исповедуется и у нас в Москве. Мы только с другим знаком. Он говорит, как и редко украинских политиков, что воевать надо до последнего, и что надо закончить конфликт сейчас. Потому что и наша, мол, Россия укрепится, сделает рыбок вперед. Потом, до войны, то, как у чем и до воевала сейчас. Видите, я пытаюсь, рассуждая совершенно объективно, могу сказать, что такая же позиция была до трепанации черепа у Валерия Залужного. Я, кстати, по этому поводу не скоближил, что человек получил ранее, похоже на себя вернулся в строй. Но когда он был в стройе, и поэтому, конечно, он матерый нацист, я даже браслет, с гамильным крестом, со свастика на руке. Есть снимки, можно посмотреть. Но в любом случае он исповедовал ту же самую идеологию. Он говорил, я хочу закончить оно сейчас, чтобы ее не закончили внуки. Что же получается, с российской стороны желание продолжать каплик, с украинской стороны желание продолжать каплик. Это называется встречный бой, фронтальное столкновение, и никак не голод мира с агивковой веточкой в клюве. Я великолепно понимаю, опять-таки, реализованы все. Но сейчас разговоры не мают про реализовывать, а о том, что мы пишем из официальных источников. Что сказал Верховный Главнокомандующий России на встрече с своими корреспондентами, ну, буквально на днях относительно даты вашего эффекта. Он сказал, цитирую вольно, близко к тексту, что мы не позволим существованию государства, которое нам противостоять, противоречит на исторических российских землях. Имеется ввиду, что или Украина должна превратиться в Белоруссию, по своему взгляду на жизнь, скажем так, или получается, что мы не позволяем ей существовать. Вот примерно, как говорится, такой вывод и безальтернативное решение вопроса. То есть намерен намерен воевать и те, и те. И с одной стороны, и с другой. Наш Верховный Главнокомандующий декларирует, что в любом случае Украина и должна быть и дерилитаризированная, и террасифицированная. Это есть, я бы сказал, полностью подконтрольный режим, как Япония после Второй мировой войны. Украинцы с этим, естественно, категорически не согласны. Они хотят в НАТО. И никакого окончания и сражения не будет. Тем более, что, опять-таки, очень похуже фамилия на его советника. Ну, это министр обороны Украины, Резников. Тот был Резник, а этот Резников. Он заявляет, что ему хватает человеческого капитала, и он не нуждается в солдатах Западной Европы. Но, как говорится, на совести в исповеди Резникова, что он людей называет человеческим капиталом, он их же отправляет на кровь, умирает. Но, в любом случае, скан. Поэтому, действительно, Украине еще хватает того самого капитала. Давайте посмотрим вместе, какого капитала ей хватает. Украина, согласно украинским источникам, если не такой институт, будущее, население на сейчас составляет 29 миллионов человек. Это украинские данные, это немаи данные. До начала конфликта оно было по 40 миллионов. Ну, это старые данные. Ну, где-то украинцы их придерживались. После начала конфликта выехало более 10 миллионов. Около 6 или 7 вернулось. Ну, вот, представьте сами, они получили 29 миллионов, из которых люди, которые кормят всех и, собственно, способны держать оружие в руках, до приблизительно 12-15 миллионов человек. При том условии, что на территории, которую мы считаем освобожденными, то есть 4 региона плюс Крым, проживают 10 миллионов человек. Заметьте, данные фактически сопоставимы, по численности я имею в виду, как минимум, в сравнении. Исходя из этого, получается, что Украина полностью сейчас пускает нараспыл капитал своих мужчин. Слово капитал я использую вслед за Резниковым. Если есть сомнения, опять по подтвержденным данным, подтвержденные, их можно найти в сети. Несложно найти в сети. Сейчас в Одессе, которые пока, ну, не осаждая, объявлены, ну, не призыв, а, скажем так, предложение. И не думаю, сейчас было бы, сейчас вы очень сильно удивитесь, взять в руки оружие детям от 10 до 14 лет. Это не слова, это не пресс-коммунике, это ролики, записанные те, кто уже сам уже в руках, призывают своих сверстников, записанные детьми, я смотрю сегодня САУ, с эмблемой черной СО, с вообще-то эмблемой СС, на шеброне, то есть на корейшей, он такой, они очень этим гордятся, ну, как дети, им дали красивый шеброн, они был оклав, в форме, призывают, вот, собственно, вступить в ополчей. Что это такое? Но если не Гитлер Лилин, то я по-примски. С другой стороны, это означает, что эти дети погибнут в первом бою, потому что погибают и взрослые в отсутствие боевого опыта сейчас фронт, это высокотехнологичное занятие, а пули все равно выбрать не будут. Поэтому получается, что украинцы на сегодня уже почти полностью подорвали, и отрывают дальше собственную демографию. Теперь, с точки зрения перспектив, конфликт перешел к такому пароксизму, не российские слова, слова Евросоюза, слова от одного из эмиссаров Евросоюза по поводу Каховского водохранилища, Каховской ГЭС, переход к пароксизму насилия, то есть к высшей степени насилию. Я не буду сейчас комментировать Каховское водохранилище, тут настолько все еще видно и известно, что кроме того, что ВК, мы считаем, что украинцы его подорвали. Если объективно, то думаю, что это результат непрекращающийся обстрел, который действительно много месяцев подряд привели к тому, что створки не выдержат. На самом деле, плотина-то еще держится, а вот створки не выдержат. Если не выдержат плотины, сможет Херсо, потому что это был цунами. Но я могу вам даже сказать, что высота будет 6 метров, а скорость 25 км в час. Но в любом случае есть еще хуже события. Но в Украине, как мы с вами обсуждали на эфире, произошло два ядерного взрыва. Данные мониторинга Европейского бюро, опять не мои, утверждают американцы. Они следили к Мельницкому. И в Житомире жесткое излучение, гамма-озлучение. Оно измеряется в зилер, как есть такая единица жесткого излучения. И она не бывает при подрыве снарядов с объединенным Уралом. Это ядерные взрывы, стопроцентные. Они тактические, то самое тело, тактическое ядерное оружие. А что произошло? Были завезены на склад снаряды, не снаряды, прощение, а ракеты с боеголовками ядерными. Тогда, когда россияне разбомбили склады, эти боеголовки сдеталировали. Произошли ядерные взрывы. Хотите самопроизвольные? На населении Хмельницкого и Житомира явно не легче. Они получили дозу влучения. А теперь еще и радиоактивная пыль от Урал-238. У него период полрасплата станет приблизительно полмиллиарда лет. Ну, что мало вам сказать. Ничего не привыкло. Теперь подумайте об украинской пшенице, вместо чего об польской пшенице подумать. Потому что руль заветов сейчас такова, что все радиоактивная пыль несет в эту сторону. Не потому, что опять россияне что-то расчищают, но допустим, эти снаряды, точнее ракеты, выстрелили бы на тысячи километров восточнее, если кому-то от этого было бы легче, на другое население, на то же, между прочим, просто украинское, пострадало бы точно так же под жесткого боезвучения. То есть, ну, наверное, все-таки виноваты те, кто туда привезли, наверное, эти боеголовки. Но сейчас разговоры не об этом, не для того, чтобы кому-то выдавать какие-то оценки. Я о том, отвечаю на вопрос, что война не просто не затухает. Она по всем данным, включая, могу цитировать дальше и европейцев, и россиян, включая Дмитрия Анатольевича Медведева, который вообще сказал, что конфликт будет длиться десятилетия. Ему вторят замминистра иностранного дела Михаил Галузов, который говорит о России, который говорит, что конфликт будет длиться несколько лет. Ну, Дмитрий Анатольевич вообще говорит десятилетие. Десятилетие я, заметьте. В то же самое время и с европейской стороны мы слышали такие же заключения. Поэтому, что еще можно к этому присылку пить. По кровавости конфликты ужасные. Переложу вам данные сенатора Кеннеди из семейства Кеннеди, Роберта Кеннеди, который привел цифры в 360 тысяч безвозвратных потерь украинской армии. Безумно. Но, правда, заложенный в разговоры с Русулу фон д'Арля до своего ранения приводил цифру в 150-160 тысяч. Его подтверждал Русулу фон д'Арля. Время, во-первых, про что. Во-вторых, естественно, любой полководец всегда минимизирует свои собственные потери. Это нормальная практика. Но, как говорится, Кеннеди, ему вообще все равно. Если язык яну, мы относимся к третьей стране, которая еще оружие поставит. Поэтому, понимаете, я не вижу никакого просвета. А вижу, что стороны дошли до этой точки спекания, когда никто никого особо сильно жалеть-то уже не хочет. Я даже молчу о том, что в России постоянные призывы ряда деятелей. Я не разделяю эту позицию, кстати, об использовании тактического ядерного оружия. Оно, наверное, ни с какой стороны пока не нужно. Я считаю, что это люди, которые вообще не понимают, что они говорят, даже если они занимают высокие места. И есть другие методы конвенциального, то есть нормального классического ведения войны, без перехода к таким страшным аргументам. И они еще в России не израсходованы. Я могу на эту тему говорить, но могу детально даже на эту тему говорить. Но сейчас в любом случае, прежде всего, ответ на вопрос. Да, это война. Это 100% никакая неограничная операция. В нее втягивается очень большое количество стран. НАТО в этом заинтересованы, потому что в любом случае дивиденды очень большие. Они и социальные, и военные, и финансовые, и геостратегические для американцев. Очень кратко скажу следующее. Американцам Европы особо сильно не нужна. Я много на эту тему рассуждаю. Но, в принципе, это объективно. Они живут не здесь, и они не пострадают, даже если мы все превратимся в радиоактивный континент. Им это неинтересно. Но они устраняют России в качестве конкурента. Это интерес для них экзистенциальный. Но Европа для них тоже не особо сильно друг. Бесконечные таможенные войны, перепроизводство, то есть слишком большое производство всего. Европы им не то, что было сильно нужна. Они там глаза держат. Но если тут будет радиоактивная пустыня, то можно глаза не держать. Во-вторых, я надеюсь, что до этого не дойдет. Но, помимо этого, можно всех недовольных или поставить под ружье. В случае Кавкек, там Европы хватает недовольных. Или пока еще все не под ружьем отправятся на Восточный фронт, то хочется было выявлять. Еще это очень хорошее производство оружия. Манимир Макрон, не мои слова, Манимир Макрон говорит о том, что не надо производить оружие за океаном, его будут производить по Франции. Ура, ура. Боярый промышленный комплекс будет расти. Получается и этот аргумент. С российской стороны тоже аргументом хватает. И патриотический аргумент, и развитие военного сектора. И желание понять до конца, как поюет НАТО. И сейчас идет большой подъем с точки зрения общественного мнения, что натоские тарки говорят даже лучше, чем Т-72 и Т-90. И что эта техника действительно старая и нехорошая. Я, подкрыжу, могу из-за своего точки зрения объяснить, почему, но сейчас не цитирую свои слова и свое мнение. Я сейчас даю средств общества и состояние головы политиков и народов. Получается, прошу прощения, такая картина, что действительно надо прогнозировать продолжение конфликта минимум на год. Преуствовывая, что Байден, когда посещал Польшу, сказал, что оборонный заказ у него на два-три года период расписан. Польша, между прочим, заказала 800-900 танков в Южной Корее, более 200 в Германии. И еще сколько-то, там более сотни Абрамсов А1 в американцах. Поэтому с этой точки зрения перспектива, мало того, Польша хочет получить эти танки к 2030 году. Перспектива очень печальная на далекое будущее. Может, поэтому Дмитрий Радович Кальвили говорил о десятилетиях конфликта. Я напомню, ничего, опять-таки, перспектива шибаку не произойдет. В Европе начала XX века конфликты шли, конфликты, точнее, общие, не реализованные. Он шел не одно десятилетие. Начался в 2014 году, считайте, закончился в 45-м. В общем, многие историки считают, что не было первой и второй мировой войны, что была одна сплошная мировая война, просто где-то затухала, где-то она успехивалась, но выселивала. Это вполне доказательный аргумент. Александр, что на самом деле происходит сейчас? Идет братоубийственная война. Вы привели пример того, что детям приходится брать в руки оружие. Давайте вспомним Ливию, давайте вспомним Сирию. Разве там не похожие события происходили? В чем причины этого? Понятное дело, что общество разделилось на всем постсоветском пространстве, да и во всем мире. Среди популярных мнений озвучиваются такие, что Путин сошел с ума, худой мир лучше доброй войны, никто на Россию не нападал. Чтобы вы ответили на такие аргументы. И еще. Большинство политологов сходится во мнении, что однополярный мир распадается, переформатируется, доживает свой век. И украинская война это часть процесса, его горячая фаза. Как вы можете прокомментировать? Я полностью согласен с этой точкой зрения. Идет передел мира, перекровка мира прямо по Ливиске. Я беру начало 20-го столетия. Он любил Лавер-Лича, рассуждает на эти темы, что идет перекровка, правда. В принципе, именно это сейчас наблюдается. Конечно, да. И тот мир, который все дружные сели, но многие страны-клиенты, который назывался Квакс Американо, действительно, это уже наказало долгую жизнь. От Африки, и могу прям по странам называть, вот Вуркин и Фаса, Дом Али, встречается с Украно-Африканской республикой, Южно-Африканской республикой и прочее. До Ирана, который, кстати, вошел в десятку крупнейших экономик мира на минутку. И до создания Астанинского союза, который несколько ближе к Казахстану, который, конечно, соединяет Санкт-Петербург с Индийским Океаном и железнодорожными путями, пока еще не соединяет на все соглашения с Ираном, Турцией и Сирией в качестве наблюдателя уже России подписанной. Этого не было 200 лет. То есть это действительно совершенно другой мир, чем тот, в котором когда-то люди жили, проживая, не знаю, в Москве, в Алматы или в Париже. Это другой мир. И в нем другие вольвы-то. К тому, что сегодня, пожалуйста, президент Гуркина Кваса призвал мне торговать с другими странами и в долларах. Он говорит, почему он долго будет торговать? Я же говорю про Китай, когда такой гигантный номер развит, первоэкономика мира. Сейчас все уже выводить, переходить на этот транзакций. То есть мир, в котором мы все были воспитаны и для которого мы были подготовлены, мы уже превратили сами в живых ископаемых. Он уже не работает. Тогда, когда мир заканчивается, начинается нормальный процесс переделки мира. Я в этом качестве вайлайнного специалиста ничего особенного не вижу. Теперь, ну, другое дело, что я живу в этом вместе с вами. С другой стороны, если бы раз ту позицию, которую вы озвучили, нет, Путин не сошелся, а Путин наблюдал, как в 2014 году европейцы подписали гарантия вместе с Американкой Виктория Нуланд о мирном и демократическом преобразовании ситуации на Украине. Менее чем через сутки, наше высовое время. Можно меня назвать какими угодно, хоть Франциском Первому. Но, извините, это называется военный переворот. Поэтому, с точки зрения легитимности того, что произошло в Донбассе, ни один международный юрист не скажет вам обратного, что военный кунт, который совершили переворот Крайловым Путином, правительство были в праве не признать. А вот почему военный кунт стал обломбить собственное население? Это тоже вопрос. Я знаю аргументы, которые выдвигал Порошенко, выдвигая Зеленский. Для них-то во что уже прямо в библисте, такие в калочках аргументы. А вот там стояла русская армия. Нет, подождите. Вы имеете в виду, что русская армия, точнее, российская армия, вошла туда, с их точки зрения, тогда, когда они что-то стали делать. Я не признаюсь, что там была российская армия в 2014 году. Но, а что вы делали? Скажу, потому что это нельзя представить физически. Они отправили боевые самолеты, уничтожают мирные города. Съемка выше головы. Кладбище заполнено. Свидетелей тысячи. То есть, если сказать, миллионы. Никто не возражает. Но, конечно, все дружно делают вид, что этого не имело место быть. Так что, в результате получается то же самое, что, простите, получилось Косово. Существление международного права. Одна страна решила просто начать уничтожать население, свою собственную часть, свою население. Право на самопределение записано в организации объединенных нации в партии. Тем более, когда люди уничтожили. Мечтая, Россия очень долго не признавала эти республики. На мой взгляд, совершенно неправильно, но это опять субъективное мнение. С 2014 года признала, как, простите, ва, адлас, соромаш. И все это, все это время украинский режим дал бил по мирному населению. А дальше, старая, скажет, что там стоит российская армия. Можно дать все, что угодно, но украинский режим бил по мирным городам. Каналов фото, пусть появляется на экскурсию, и у них все пока что объясняют. Я там бываю часто. Это нельзя придумать, это не шоу, не потемнский стереон, это убийство людей в 8 лет порядка собственного гражданского населения. Войненный способ. Но потом эти лиги потребовали самоопределение, потом потребовали присоединение к России. Уход на лык и железное. Если братья логику военных блоков, то, извините, НАТО продвинулась на восток за все красные линии относительно 1927 года. Похабное заявление о 2022 году я слышал. Было сказано, ой, началась специальная военная операция, мы больше не признаем никаких красных линий. Ну, детский сад и кровопесочница. То есть дело в своем году. Мы определили то, что мы не будем двигаться. Дождались 22 года. Сколько лет прошло? И через 25 лет сказали, ой, началась операция, потом уже ничего не признаем. Труля-ля. А за это время ряд стран включили блок НАТО. Это провокация. Ну, как это можно и дальше назвать? Ну, извините, конечно. Вы говорите о международном праве, но разве в последнее время не действует право сильного? Сейчас можем вспоминать Минские соглашения, можем вспоминать другие договоренности, но разве эти соглашения соблюдались, если политики, западные политики в открытую говорят, что это время было дано Украине для того, чтобы накачаться оружием и противостоять России? Смотрите, Лилия, я считаю, что в 20-м днях Россия играет верным женам и неверным мужам. Друг говоря, Россия по-прежнему продолжает, пытается продолжать играть под какими-то международными правилами. соглашениями по правилам. Россия даже энергоносители представляет. То есть, любыми путями через Голубой поток, через Турцию и напрямую дошли из Украины, за что очень российские граждане постоянно ругают российскую власть. Россия максимально соблюдает всевозможные договоренности. Минские соглашения России были наблюдателями. Но разве начало военной операции, специальной военной операции на тот момент вписывалось в международное право? Специальные военные операции вписывались в международное право. А мы тебе еще раз говорили, страны, которые стали независимыми, после того, как и долгого порода расстреливала у фрунта, незаконно пришедшие к власти с остерением международного права, попросили у России свое включение в свой состав. А до этого признание. Я напомню, что сначала было признание за месяц тут включения. Россия сделала ровным счетом то же самое, что сделала Европа и сделала Америка в Косово. Она признала право на свое направление согласно партии ООН, признала независимость этих стран после 8 лет расстрелов этих стран собственным, так сказать, правительством. Хотя это не собственное правительство, никто не избирал. Это хунта. Решла военным путем к власти. На Майдане убегала массу людей, села в дворец. Сказала отныне, ну, правило, это военный переморот, в худшем африканском стиле, в силе Бакасы. Почему это надо было признавать? Я считаю, что Россия была в ней права, что это признавал, в мое мнение. А ДНР и ЛНР с самого начала не признали. Это было их право, как и Крыма. Никто не возражал. Тут не может быть никаких других точек зрения. Если мне кто-то докажет, что законная была операция в 2014 году, тогда другой вопрос. Там был законный президент, который, к сожалению, бежал из страны, и предпочел, что он погиб, защищая Россию, свой народ. Но он выбрал вместо другой путь. Но вот этого не стало. Мини-президент, по-моему, его избирали. Это что, законная смена власти? Нет, как раз то, что делала Россия, он списывался в эти раки. А потом были минские соглашения, потому что никто не мог возразить России о том, что права и в том, что Россия не признавала ЛНР, ДНР, пока действовали минские соглашения. И слова Франсуа Алланда и Ангела Меркен после ухода от власти, когда их поймали наши пранкеры, Лексус и Вован, которые я лично знаю, они стали теперь уже напросить и вещественные доказательства. Вы совершенно правы. Я называю предфамилии этих деятелей, но они не сказали, что я слушал их мнение. Да, обманули Россию. А вот это уж точно не нарушение всех прав. Но я скажу, что это не Низ, например, Пазахстан дружит с Азербайджаном. Я с Азербайджаном общаюсь очень тесно, я по нему работаю. Я помню слова Расима Масабекова одного из очень крупных политиков, между прочим, в мире Веджилисия Азербайджана. А почему я вообще об этом сейчас холмил? Потому что Азербайджан тоже играл очень честно. Он признавал мадридские протоколы, так называемые, по поводу Карабаха. И 20 с лишним лет подряд рубился с европейцами, с американцами за то, чтобы тебе помогли, наконец признали право по Азербайджану, за свою суверенную территорию, согласно решениям. Мы сейчас не будем уходить в этот покорств, я не хочу заигрывать основной. Но тогда, когда Алиеву-то надоело, уже Ильхаму Гидаровичу, даже не Гидару, Альхаму Гидаровичу, он двинул войска, он сделал свое дело. Он был совершенно прав. Поэтому к поводу Европы и Америка давно-давно нарушают все возможные права и считают, что они играют с дураками, иначе не скажешь. Я в данном случае предострел бы, насколько мне кажется, это колесует, насколько возможно, кого-либо угодно от подобных игр. И Киргизию, и Казахстан. Я знаю о том, что была попытка создания американской флотилии на Каспии и тайные переговоры с Казахстаном. Просто дело в том, что в результате все заканчивается смертью страшными воинами и жертвами. Потому что это чужая страна здесь. У нее нет интересов Евразии. Она посторонняя. Но возвращаясь к теме все-таки международного конфликта, да, идет планетарный передел мир. Да, организация Соединенных Наций становится фактически нелегитимной, потому что она расхода на два лагеря совершенно четко. И неожиданно для всех оказалось, что лагерь, в котором Россия, он далеко не малочистый. Я бы сказал, что он более малочистый по населению мира, если вы посмотрите. Просто по БРИКС, которому сейчас присоединяется, Саудовская Аравия у него задела. И не только. Поэтому, ну, фактически, если отринуть всякую идеологию, которая все-таки вторичная, мы приходим к вопросу с телефона Клаузовец. Кому править миром? Больше ничего. В данном случае американцы хотят править миром и неналично. Я простите, но для них ни Россия, ни Казахстан, ни Япония, никто еще никакой рояль не играет. Но в данном случае Россия вроде как не претендует на мировое господство, ни с какой стороны, а скорее за коллегиальное некое управление. Явно Россия не полезет в Иран, не будет заманивать Афганистан и не будет держать 600 баз, как держат американцы. Поэтому мир перестал быть комфортным для тех людей, которые его населяют. Они устанавливают новые краницы и идет переделка зон. На мой взгляд Украины великолепно описывается. То, что хочет сделать Евросоюз по недомыслию, я понимаю. Это глупо план. Они хотят превратить Украину в полосу отчуждения между Евросоюзом и вот той самой опасной Россией. Вот то, что они живут. Как бы это ни было бы заболевано. Это предполагает гибель украинской нации. И уничтожение их. Потому что на их территории будет просто новая нензлэн. Такая нейтральная полоса. Но Казахстан не дробнет. Честно говоря, на Асталат и на Восток он тоже. Но в данном случае я уже это украинцев слышу. Они уже начинают понимать. Все, я слышу его мнением украинской матери. Которая уже высказывается в эфире. А несмотря на то, что им очень тяжело высказываться, что у вас хватит. Она далеко не заморозка. Она подговорит кладбища сплошные. Молодые люди на кладбище. Ну, жили же мы как-то, да? Вне главы войны. Поэтому в данном случае я не считаю, что Россия сейчас заслала переговоры. Я не пытаюсь изображать белые с крылышками. Не ся. По той простой причине, что у России пересмотряя логика. Мы возвращаемся к карте. Если посмотреть на карту, это полное отвоевание обратно Запорожье с Херсоном. Теперь Россия исходит из той логики, которую она признает легитимной. Херсон и Запорожье присоединились к России. Значит, административная граница этих территорий. Я сейчас ничего не интерпретирую. Я сейчас просто говорю только положение, которое создалось и так, как Россия это дело себе представляет. Ну, вот фактически Запорожье с Херсоном должны быть полностью из пределок Российской Федерации. То есть, у этих сейчас земель действует украинская армия. Для России статус оккупированных земель. Это когда украинцы говорят, вы оккупанты, обращаясь к русским. Русский человек, нет, это вы оккупанты. Вы находите на территории властей, которые проголосовали за выход из вашего состава и не желают там быть. Мы луган с Донецком с самого начала там и не были. В этой новой власти. А когда была старая власть предыдущего президента, ну, жили они как-то в составе Украины. И никто не мешал там жить. И Крым был в составе Украины. А, заметьте, территория Донецка в следующем дня еще тоже, ДНР, я имею в виду, находится под, ну, с точки зрения России, под оккупацией. Это ряд городов. Это Краматорск, это Славянск, это всякие небо-фирные северные пункты, там Дружковка. То есть, это под окасанием установленный контроль на территории Донецка. Не говоря, конечно, об обстрелах. Но, есть логика дальше. Логика дальше, в сходе с того, что сказал президент Российской Федерации на встрече с твоими военкурами, это обеспечение безопасности территории России. А вот это очень интересно, Люля. Потому что обеспечение безопасности территории России предусловно, что украинцы обстрелили уже даже испонные земли, предполагают отодвигание границы, как минимум зоны отчуждения, полосы отчуждения, до недоступных с точки зрения баллистики, так сказать, величин. А на сегодня ракеты и снаряды, но ракеты и беспилотники летят на тысячу километров. Что же получается? Получается, что мы должны относительно Запорожской административной границы, еще не отвоенной, Херсовской административной границы и Донецка, теперь отложите линейкой еще тысячу километров вглубь украинской территории. Вот что получается. А теперь берите высказывания Владимира Владимировича о том, что не должно существовать враждебного России государства на исполненных российских землях. Но мне кажется, логика ясна. То есть война лучше в случае закончится где-то в роли Ивана Франковского. Да это она, возвращаясь к логике Дмитрия Анатольевича, последнего человека Российской Федерации, будет продолжаться десятилетиями. Называется, если мы победим сейчас, мы продолжим все равно. Вот и все. И заметьте, у меня еще очень, ну я бы сказал, мировые высказки, возвращаясь к логике ряда людей, там вот от крупных ведущих до сенаторов, что в принципе можно и тяло, тактическое ядерное оружие, применять. Но это, на мой взгляд, как говорится, погорячились. Вот приблизительно, что можно по поводу ситуации сказать, насколько российская армия хватит сил. Скажу следующее, смотрите, опять сверяемся с словами президента. Президент говорит, все зависит, численность российской армии зависит от поставленных задач. Далее говорят интересную фразу, если у нас необходимость освобождать по нашему политическому словарю Киев. Вот, кстати, вопрос остался под лишним воздухом. Вот не сказал нет или да. А из этого что явствует? А смотрите, что мы получили на сегодня сначала обмобилизованных 300 с лишним тысяч человек, 350 тысяч. И сейчас добровольцев получили 167 тысяч. Это добровольческие батальоны, люди, пошедшие по контракту, служат. То есть, получается, прирост армии, ну, считайте, сами на сколько? На более чем на полмиллиона. При том, условия, что армия призывников в России это где-то 700-800 тысяч человек. То есть, уже на сегодня, если хотите, армия России составляет где-то миллион 300-400. Путин приводит сам данные о численности армии на окончании Второй мировой. Численности армии Советского Союза было 5 миллионов человек. Пускай плюс-минус 5 миллионов. Российская Федерация на Советский Союз. Советский включала Казахстан, Таджикистан и всех остальных. Получается, если возьмите пропорцию, то если сейчас Россия доведет свою армию до 2-2,5 миллионов, то эта армия уже способна вести, скажем так, действие на приобретение, на освобождение новых территорий, скажем так. вот чего конкретно ждет Путин. На сегодня он обстреливает армию, то есть армия становится обстреленной, боев, и мало того, она учится на минуточку справляться с оружием НАТО. Оружие НАТО никто не видел на поле боя, но в Сирии были какие-то немногочисленные экземпляры леопардов, и НАТО все это уже поняли. Они говорят, ой-ой-ой, получается, смотрим российскую армию на противостоянии окачивают мышцы в зале, становится все сильнее, сильнее, сильнее. Численность ее наращивать не надо сейчас. Я понимаю, почему Путин так говорит. По простой причине. Сейчас есть казаки, это более 60 тысяч человек, которые на сегодня еще некоторые воронят, но большая часть еще даже не мобилизованы. Но они очень хотят, они требуют право на оружие. Дайте нам оружие, дайте нам хранить проубежья, мы готовы, мы здесь. Понимаете, эта численность большая. Это называется мягкая мобилизация просто общества. Не закончилась возможности заключить контракт и пойти служить по контракту. В Москве сплошные пилгарды, присоединяйся к своим. И мужественная иллюзия в форме. То есть идите, что уже получат большие деньги, возможности. То есть идет, продолжается принципом мобилизация за деньги, что, кстати, доказывает, что Россия сильна с точки рения экономики. Кстати, на сегодня это признается уже и Рады и украинскими политиками, что да, украинская мысль оказалась не на высоте. И в отличие от того, что говорят в Азербайджане, я знаю очень хорошо, что там говорят политики, открыто фактически говорят, но не будем греха о эти. Говорят это и в Казахстане, что Россия увязла войне. Да, она не думала вылезать. Она, уничтожая армию, украинскую армию, накачивает мышцы, учится воевать с НАТО и потихоньку продолжает отдавливаться в СУ, все дальше и дальше будут территорий и еще решает одну задачу. да, я до вас, не думаю, что вы не возразите, но вот задача такая нетривиальная. Хорошо, территории будут освождены, но о них останутся эти на отсутствие. Но это предстоит гражданскому мире как-то приводить к какому-то знаменательскому, а так как просто уничтожают на линии фронта. То есть Россия тут далеко не, как говорится, директор детского сада, как я говорю, в Песочнице. Чем большую часть этих людей будет изведено на линии фронта, тем меньше в дальнейшем будет проблем для того, чтобы с ними жить в составе одного государства или соседнего государства. Это логика страны по Макиявеле, по князю. Князь Макиявеле, имею ввиду. Поэтому, понимаете, я не вижу никакой сумасшедшей логики Путина возвращаюсь к этому аргументу. Я вижу сумасшедшую логику европейцев, которые что-то недооценили в этой жизни. Это не мои слова. Я напоминаю вам, Шарль Мишель решил победить Россию на поле боя. Замечательно высказанный. Ес Солтенберг, я не знаю, у какого африкаса, простите, ну, не важно, африкаса или кого, дилер, скажем так, у какого дилера он берет наркотик, он постоянно говорит, чтобы сесть на стол к переговору, Украина должна добиться какого-то перелома и победы над Россией. Я понимаю, что это просто строковая агент или что-то подобное, но он уходит, подумай, давно командующий НАТО, что ты говоришь? Где эти победы? Какими силами возможна победа? Чего ждет Россия? Заканчиваю свои реплики, Лилия, сейчас будут слушать, но еще чего ждет Россия? Она этого не дождалась, это минус, на мой взгляд, большой. Она ждет социальных волнений внутри Украины, их нет. Это очень плохая новость для России. Я не вижу волнений над Украиной, они будут сейчас обсуждать, почему. Всякие аргументы возможны, но я не хочу удаляться в субъективность. Аргументы возможны, что там тоталитарное общество, как мы считаем. Аргументы возможны, что они все абсолютно солидарны со своим киевским правительством. Возможно. И вот видите, мягкие слова говорят. Не знаю, но нет и волнений. Есть какие-то отдельные выступления каких-то личностей, и то достаточно мягкие. Поэтому вот тут Россия не дождалась на данный момент. Я вижу, у вас был вопрос. Да, я хотела сказать о том, что война консолидировала Европу с Украиной, но давайте посмотрим в историю Европы. Ведь она сама по себе никогда не была единой. Постоянно были какие-то внутренние противостояния. Сейчас Европа, Европейский Союз может быть едины, потому что есть старшой во всей этой истории. Я понял. Вы знаете, когда Европа, вот крайне говоря, объединилась до каких-то третьего рынка, она фактически была единой. Если посмотреть на страны в Усси, это все страны Европы, фактически. Италия, Луния, Болгария, Германия, Австрия, Франция, простите, она совершенно официально была в составе ПЛОКа. Как правило, совершили, был абсолютно коллаборационист. Коминантная и красивая история про Нормандию и Рейхстап и Минучко защищали об Казской войны французы и за его отжалились. Между прочим, отнюдь не немцы. Так что Европа была на 9-10 вплоть до некоторых интернированных стран, которые, тем не менее, поставили оружие на фронте Швейцарии, она поставила зенитные реликоны третьему рынку. Я об этом помню, знаю. И Норвегия, и Швейцария, одна оккупированная, другая, вполне пособственно, желание вошедши в Лоб, Финляндия, воевавшую страну Ритлера. Вся Европа собралась под знамена Дрангнах-Остен, поход на восток. Поэтому она тогда была резин. Да, но я все-таки хотела задать вопрос, что будет после окончания войны? Война консолидирует, объединяет. А что будет в мирное время? Вот вопрос. Вы говорите о том, что будет какое-то расстояние, какая-то территория, буферная зона между Россией и Европой и части Украины. Не было. Я говорю о том, что такого проекта европейцев похуже. Это у меня не передержатся многие, включая лучшего депутата Рады Ильи Кимов. Илья Кимович, если я в Москве, депутат, был помощником Мавакова. Так что и более еще на свиданом этот человек. Я так не считаю. Я считаю, что тут есть очень хорошая пословица римская «Вори побужденным». Сейчас решается вопрос, я действительно говорю, кому править Евразия? Евразия или будет править сильный союз стран по заводству. Евразия не может править Россию, но Евразия не может править и Китай. Он сильнейший держава Евразии. И я думаю, что Роман Кага что-то знает просто по той причине, что он был послуж в Китае, великолепно знает китайскую специфику, я говорю сейчас про казахстанцев, потому что они к Китаю близки, территория. Но в любом случае Китай вроде слава богу пока не стремится политически. Это будет союз стран. Индию, прежде всего Китая, конечно же, Россия прилип, мусульманские страны, и Казахстан занимает центральное положение. Но разговор о том, что Европа в таком виде не сумеет себя уже сопровнять, Европа уже живет в тени Америки, прогрош на Украине, не назначает прогрош всего европейского блока. А дальше было, простите, скажу, что внутри Европы сидят уже те, кто ее похоронит. Если брат луки моего коллегия Александра Георгиевича Мосякина, я с ним полностью согласен, написал очень хорошую книгу, называется «Ислам двоеточие от пророка к еврохалифату». Я совершенно согласен с его выводами. Европе давала назрелая не просто смена парадигмы, а религиозная смена парадигмы, потому что ислам сильная религия. Люди за ислам умирают. Я их за это уважаю, между прочим. И в Европе население, знаете, какое сейчас самое популярное имя? Елимпе. Мухаммед. Больше числа младенцев, полу, родившихся в Европе в прошлом году, имели Елимпе. Так что у Европы вполне, мне кажется, гармоничное продолжение существования. В качестве халифат. Мой друг считает, что два халифата будут, но это уже позиция, кусочина. Да, это немножко другая тема. Мы понимаем причины происходящего. Европа когда-то открыла свои двери иммигрантам из арабских стран. Но опять же хочу вернуться к войне на Украине. Допустим, война закончилась, наступил худой или добрый мир. Более 200 километров выжженной земли, инфраструктура разрушена. По вашему мнению, куда, как будет Украина восстанавливаться, как? Ведь понятное дело, что встроиться в серьезные экономические цепочки будет достаточно сложно государству, которое настолько такие большие потери понесло. Приведу пример слова прогностика Сергея Переслегина. сказал, что Украина будет ликвидирована как независимое государство. И что дальше? На мой взгляд, Украина прекратит свое складе в качестве независимого государства, как его прекратило государство Иччерия, если помните, что это колон, которое было на территории Чечни. Было объявлено образование государства Иччерия, где это государство Иччерия. Украина не было. Это на мой взгляд. Вы сейчас спросили про прогноз, прогноз уже вещи субъективные, поэтому я в данном случае рассказываю не потому, что я этого хочу или не хочу, потому, что я понимаю, что так было. Почему так было? Я только что рассказал о планах российских полководцев и политиках, отвечая верхний уровень, о том, каким образом работает механизм обеспечения безопасности российских границ. Это предполагает полное подчинение Украины России. Дальше включается следующий для провинции, который будет присоединяться, будет проводить референдум. Но мне почему-то кажется, что в результате этого референдума ожидаемого будет присоединение к Российской Федерации. Если вдруг по очевидению кто-то не присоединится к Российской Федерации, то он превратится в некую ту самую, но не выженную, а в уферную зону, очень маленькую. Но я думаю, что даже этого не произойдет, потому что у Польши есть комиссия по реституции украинской земли, в главе Дональд Туск, кстати, стоит. Они хотят обратно эти земли, которые считают принадлежат Польшу. То же самое есть и Венгрии. Если Венгрия сейчас занимает такую нейтральную позицию в Европе, ну, в плане не против русских, и постоянно говорят, что они хотят поделить конфликт, ну, не надо забывать, потому что у министра иностранных дел, у президента Орбана, у них свой план. План очень простой, они уже на сегодня платят некие пособия украинцев и венгерского происхождения, они хотят тоже свою территорию обратно. А вот еще претензии чеков. То есть то, что мы привыкли считать консолидированной Западной Украины, где сидят вот эти самые замечательные люди, в кавычках замечательные, для меня вангеровцы, это не так. Они сидят на очень небольшой части земель, а большая часть земель были перерезаны в Западной Украине кем? Старом. И страны, которые сейчас стоят в НАТО, хотят их обратно, там не будет никакой буферной зоны, Илья. На мой взгляд, Россия не остановится. Россия, она как правой каток, если что-то начала, она останавливаться уже не будет, а будет так раскручиваться. Потому что, извините, на случай экономика войны работает, нет никаких причин останавливаться. Кстати, это еще очень хороший электоральный аргумент. И патриотизм очень здорово мобилизует людей. А насчет разрушенной Украины, я тут не поддерживаю, скажу почему. Как раз Россия очень переживает, что получают разрушенные города. Если вы посмотрите, Артемовск, это город-фантом. Мариуполь восстанавливалась с самого начала. В России даже есть мнение, что это делается специально при отступлении, чтобы максимально обременить с собой российскую экономику. Потому что, помимо войны, я решил посплатить колоссальную цену за восстановление разрушенной городу. А вот самое любопытное, что в заре противостояния украинские города не разрушены. Пока видите, мне просто, посмотрите сами в интернет, хоть один разрушенный город, вы увидите разрушенные склады с боеприпасами, вы увидите попытку России ударить по электроузламу. Это было. Но где разрушенные города? Я даже беседую с украинцами через арабские каналы, они кричат, Россия бьет по городам, когда вы не вещаете из Киева, ой, у нас хорошо работает система ПВО. Ну, замечательно, если не буду это комментировать, но могу, потому что Россия даже и Скандера пока не использует тяжелые ракеты, а может, и не использует тяжелые, объемные детонировки, амбомбы, которые просто ад на земле. Кстати, они не запрещены по конвенции Женевской. Но это ахитрость была, казулистика. Не запрещены, потому что такого оружия, его не могли подогнать под одной из категорий, диктое оружие. Последний шаг перед ядерной головой, катанной головой ядерного оружия. Но это кошмарное оружие. На полкилометра выжженные земли и полное отсутствие живого. Внутренние небо нащерка разрываются при поддавлении. Поэтому, понимаете, Россия этого пока не применяет ничего. И получается, она не заинтересована разрушать украинские города. Почему я сказал, есть мнение, что потом будут референдумы, и потом будет присоединение к России. Действительно, зачем разрушать то, что будет наше? Вот логика. А украинцев разрушает города, я считаю, что никогда в них больше не вернулся. Поэтому, действительно, выжимная земля. Но Россия не разрушает, города стоят. 24-й год это год выборов и в Америке, и в России. Вы считаете, что этот фактор не станет ускорителем, катализатором процесса? То есть, военная история могла бы закончиться перед выборами, чтобы политики пошли уже с каким-то багажом, с результатом? Это невозможно. Невозможно, потому что Америка живет крупным капиталом. Крупный капитал получил заказ. У них одних Хаммерс, Фадпольщик, заказ на 200 единиц. У них таковый заказ на Америке Сокин. Это интересный колоссальный консерн. Американцы нам скажут, что они живут в режиме Deep State, который себя через Давос проявлял, через Бельденбергский клуб, через Римский клуб проявлял. У них средоточие финансовой власти решает политику. Посмотрите на Байлен. Но Келлендер тоже представители тех же самых кланов в Сибири. Простите, менее 1% населения владеет почти 50% ЛООК. И интерес к войне колоссальный. Потому что это make America great again. Но хорошо, я не верю, что без Трампа Трампа закончится конфликт, потому что у него несколько другой курс для Америки. Но Трампа точно не сберут. Может даже сменю вас. Я не знаю, тащит ли опять мумию, спящая Лжоу обратно Белая Дома. То есть такой большой вопрос. Или он будет править излучина, как раз, кстати, очень умный политик. И очень агрессивный. И гораздо мало живу. Но вопрос в том, что война для Америки всегда выгодна. Обратите внимание, чем была Америка до Первого мирового? Да ничем. Монок региональной державы. Он небольшой. Региональной державы. Даже сильной армии не было. Ни до шпота не было. Первая мировая Америка поднялась. Вторая мировая Америка стала великой. Третья мировая сохранит свою величь. Они живут войной. Оттоком мозгов из Европы оборонными заказами и тем, кто считает себя таким островом благодетствия, до которого ничего никогда не долетит. Я, кстати, не говорю, что до них обязательно долетит. Хотя долететь сейчас уже может. Она, конечно, под нашим прицелом, но я убежден, что Россия Америку не бабить не уничтожать точно к нему. Она не сверилась. По вашему мнению, сможет ли Америка be great again? Я попробую сейчас обрисовать полную картину. Вот в одном из своих интервью вы сказали, что оружием первой категории согласно западной теории является вовсе не ядерное, а идеологическое. И посмотрите, я уже приводила сегодня примеры Ливии и Сирии, а таких примеров можно привести очень много. Народы сталкиваются лбами, дружественные народы. Некоторые народы вынуждены убивать самих себя для того, чтобы создать выгодный кому-то хаос. Вопрос, чем выгоден этот хаос, как система, западная система пытается за счет этого выжить. И что касается России, стала ли она сильнее после антироссийских санкций, которые были введены против нее, той ситуации, в которую она в целом была поставлена, геополитическая ситуация. Ведь можно сравнить Россию с жильцом, которого выгоняют, изгоняют из здания, которое вот-вот рухнет. И понятное дело, что не хочется, и процесс достаточно неприятный, но именно он является спасением. Россия, конечно же, начиная вот с конца, становится сильнее, уже стало сильнее, то, что произошло, стало самодостаточным. Много того, местный капитал, местная экономика, страшные радости, вместо импорта ряда частей, Россия привела возможность развивать свои собственные отрасли экономики, рабочие места, большие возможности для людей, большие возможности будет армия до промышленности, до производства. В данном случае специальная военная операция рассекала более, чем нару. И я отмечу, что наука развивается служить через войну. Везде, всегда, отсюда. Это просто постулок. Далее медицина развивается через войну, потом мы с вами пьем немецкие комбетки, потому что там были констагири. Честно. Но разговор о том, что на сегодня Россия точно не захочет возвращения к статус анте. то есть того положения, которое было до этого. И это не нарушено, потому что во многом российская экономика питалась импортом. Сейчас это неинтересно. Есть перегибы, есть моменты неприятные. Это автомобилестроение, потому что в России нет настоящего гражданства автомобилестроения. Есть грузовики, есть техника, нормальная гражданская машина. все знаем это положение, современные машины, все-таки современные машины. Простите, Азии произведут. Я уважаю параллельный импорт через Казахстан, кстати, но в данном случае, насколько я понимаю, отношения с азиатами, не только с японцами, которые вдруг выяснилось, у Калии-то кассели хотели, налаживаются. А кто ездит в России на импортных машинах? Ну ездили на АТЭО, на минуту, чего, цепральное азиатство производства, будут ездить, не знаю, на единицах машинах не ездит, ничего плохого нет. Кстати, малые драконы великолепно себя производят. Так что тут кричали, что в России будут проблемы с элементной базой. Это уже как очень, потому что в нашей ракете комплектуется плату, то есть плата элементной базы из стиральных машин и из пылесосов. Ну есть такие русские, потому что они могут делать гиперточные страшно-мощные не знаю, украинские там хозяйки из. Разговор, если вы вернуете серьезное русло, в том, как дальше повернется ситуация в мире и на континенте. Но на возле, все раз говорю, не будет возвращения ни к чему, потому что было раньше, это невозможно. Россия заинтересована сейчас, резюмируя, в продолжении военного конфликта и максимальном обретении территорий, которые мы выбирают ее. По крайней мере, протесты на этих территориях не наблюдаются. Нельзя сказать, что за каждым жителем стоит солдатский томок. Ни в Крыму, ни в Луганске, ни в Запорожье. Есть сети, их скрывают. Сегодня скрыли луганские сети, которая производила тайный боеприпас. Но это есть везде, это в Израиле есть, и в любой стране не рвить. Если брать положение с Европой, то я думаю, что Европа не просто просто Европы на сегодня как силы нет, есть Америка объединяющая Европу. Как только закончится конфликт, Европа посыпется. И по этому поводу Россия будет максимально длить этот конфликт, потому что сделает неминуемой гибель Европы, на мой взгляд, в том виде, в котором она себя Европу придумала. Сейчас Россия тоже убьет в солнце, что Европа, желая поставить оружие, воевать, вполне испоминует нацистскую диалогию. Само. Зачем России такая Европа? Но и Америке такая Европа не нужна. Америка есть, что-то развиваться и где быть. По доктрине Монроу у них есть Латинская Америка. Она, в принципе, тоже богатая страна с полезными ископаемыми. У них есть зона Тихого океана. Это их доктрина англосфера, так называют. Который Борис Джоссом утвердил, еще когда был на должности. Америка приняла для себя в качестве директивы. Поэтому все стороны мира, кроме Европы, то есть царь Вокена Фаса, суда, подписавшиеся в России соглашение о создании российской военной базы прямо в Баб-Иль-Мандевском проливе в самом узком месте. Смотрите, что Иран неожиданно решил объединиться в Саудской Аравии для достижения консенсуса создания флота в районе Красного моря. Совершенно все не вогмарно и с миром правил американцев. Мир уже выходит из того периода, когда Европу что-то из себя поставляло, а Америка стояла за его. Мин уже стал перекравиться, убеждаясь даже о самом деле. Поэтому ясно, что никто не уходит по собственному желанию. Дом рушится, вы правы. Я про тот дом, в котором была та самая Европа. У России до этого рушили ее дом, это был Советский Союз. Сейчас многие страны, включая Казахстан, опасаются, что Россия запущет искрешение Советского Союза. Это невозможно. Это невозможно потому, что, во-первых, у России для этого нет сил, во-вторых, для этого нет желания. Советский Союз был идеологическим, кстати, безбожным государством. Это важно. Все-таки с теорией перманентной революции прилетали со стороны обедняетесь и все такое. Но где Россия, тем более нынешней, капиталистической, и где эти теории? Ну, кто и с кем конкретно Россия будет уйдет? С Китаем, что за сам ради чего? Поэтому это, конечно, не более, чем пропаганда, да и нет сил у России. По-моему, все прочее, нет ни сил, ни желаний, да и возможностей. Это просто глупо, и никогда в жизни зоны Китая, Азии, не знаю, Казахстана не являлись для России исконными столбовыми землами. На мой взгляд, если украина мы согласились с Независимым существом, если она была бы Руси, то смысл слова, что не строило бы себя как анти-Россию. Поэтому идеология нынешней России не предполагает опасности для соседей с точки зрения Азии. С точки зрения Европы, да, действительно, Россия уже не остановится, я убежден. Но на мой взгляд, если мы с вами затронули тему, мы с вами не успеем, развития не будем, на мой взгляд, европейский ТОМ обрушивается сам внутрь себя и попытку нарезать на войну, это на самом деле попытка накачать дряблую мышцу свою собственную и приобрести за счет соседа. Знаете, как вампир, который пососан чужой крови. Кстати, Илья Милова Овенса писал в свое время поэт Брюса про, как тогда вы говорили, азиатов из центральных степей, простите, получается, в том числе не только русских, но и казахстанских, написал про Гунов «На нас толпой взверелый, рухнете с темных становий, оживите одрехлевшее тело к волной пылающей крови». Вот их мечта. Они мечтают, что пришли какие-то новые, люди оживили их, они, по-прежнему, остались бы европейцами и господами и хозяев мира. Это уже не будет, они хозяев мира. Центр цивилизационный изменился внутрь Азии, простите, внутрь евразийского континента. Это факт, который многие русские забывают. И еще один вопрос в завершении нашего разговора все-таки хотелось бы задать. Опять же, ваши слова русских и украинцев на Западе долгое время воспринимали как один, единый народ, не делая разделения между русскими и украинцами. То есть, получается, если создание хаоса, если создание горячей военной точке на руку и выгодно для продолжения самоудержания существующей системы, однополярной системы, то, получается, эти два народа столкнули лбами, это была провокация, на которую повелись и те, и другие. Вот этого никак нельзя было избежать, ведь на самом деле то, что уже произошло, и затягивание военного противостояния означает, что еще поколения будут помнить об этом, и ненависть, и эта боль, она сохранится еще десятки лет. за счет десятков лет в идее России не было права обмирить всех немцев после окончания Второй мировой войны. А все-таки больше Россия, тогда Советский Союз. Больше, чем Советский Союз, все-таки Российский Союз появление не тождественное, но казахстанцы гибли под Москвой, и никто, кстати, об этом России не забыл. Кстати, Жан-Марта Такак возлагал святые к могиле своего дяди, насколько я знаю, которая погиб по Торжеву, ездит специально разлагать святые, поэтому Советский Союз точно мог изничтожить Европу за то, что они сделали с нами. Более 30 миллионов человек погибло на минуточку. Учисственно с советских денег, до Казахстана слабого не до что. По этому поводу Белоруссию просто вырезали. Несколько не отталкал. Поэтому, исходя из всего из этого, я думал, что память достаточно люстры зарусовывает рано. Немцы ходили задом наперед в Емру, в Западное после окончания Топ-Умера-Ру. Сейчас они минуточку забыли. Кстати, я вам это напоминаю, я себя в Западной европейцах. Но немцы это уже воспринимают весьма и весьма агрессивным. То есть, про что это всего ничего? 50 лет, как 60 лет. История это не что. Я напомню, что средняя война Францами и Великобритании ничего сверхъестественного не будет, кроме того, что мне представляется, что российско-украинский народ вообще-то единый. Другое дело, что если бы Украина выбрала бы путь как Белоруссия, Белоруссия же не воссоединяется с Россией полностью в Белоруссию, они говорят, есть белорусский народ, есть белорусское государство. И в данном случае Россию никто не обманывал. Я просто вам напомню, что до 2014 года Россия полностью соблюдала все условия существования независимой Украины, а то имела с ней массу программ сотрудничества. То есть нас вообще не выстраивали, что там творимся. Не простите нас в 2014 году в Белоруссии относительно русских. Мы так вот, мы знаем. Но это было отдельное государство, пока они не начали стрелять по своим. И свои-то, какие они свои. Мы же знаем отношения к Долбасу за всю историю существования так называемой Украины. Но вся история Украины это УССФ, как он сказал, так называемый. Украинское советское социалистическое не было УВД. Она существовала, по-моему, менее года, в эпоху, простите, оккупации Антанты. То есть это эпоху гражданской войны. Ее никогда не существовало как государство. И все дал Советский Союз. Из-за эпоху Советского Союза они умудрились получить русские земли и опридал в общество русские земли. Их перерезали большевики своим эдиктом, своим приказом населенными русскими людьми, от Харькова и вниз. И еще украинцы на земле потешались и считали черной путью. Но никто не уменьшил созавиться по этому поводу. И Россия, я считаю, не правильный в 2014 году признав хунту. Я бы ее не стал признавать. Я просто потому, что Россия совершенно не обманывалась, она пыталась в линвами потери избегать конфликта. Пока нет дела, не дошло до дезавуинования Минских соглашений. Но нельзя здесь возразить физически. На мой взгляд, это как раз более агрессивно. И надо было признавать сразу ЛНР, ДНР, вводить войска и помогать людям. И они нам предъявляют счета. Могом сказать, нам часто читают линксы, очень редко в Луганске. Четыре раза за пять месяцев. И нам предъявляют счета, говорят, мы тут воевали, тут было Дебальцево, тут были страшные битвы вокруг Долбасса, Данильска конкретно. А вы где были? У меня есть встречные аргументы. Мы были не готовы, мы были славны. Но признавать это точно не надо будет. Поэтому мы тут совершенно не впадали ни в какие, я бы сказал, иллюзии. В сушечении правильцев обманывали. Преблизительно как у Властосов, как у белых умигрантов в свое время. Значительная часть белых иммигрантов, белых иммигрантов, а также у Властоса образовали так называемую русскую исполнительную армию, которая стала на сторону Гитлера. Они решили, что присоединяются к сильным. Украинцы решили, что они нашли центр силы. Я имею в виду Тийского хунта, упрековавшего к ней. Не всех украинцев. Но оказалось, что это не сильные, что они их защищать не будут. Для меня это было очевидно. Простите, меня за плечами в 14-летней лучшей образованной и 26 лет жизни во Франции. Но в среднем украинцы, наверное, немножко менее интеллектуальные средние украинцы, чем я. Они решили, что наш лиц упреки. Они его не нашли. Европа никогда за кого не воевала. Она всегда всех подставляла. Как американцы. Как простая логика. Не к жизни. Да. И сейчас стремление Украины войти в Европейский Союз и стремление войти в НАТО разве нельзя провести параллель и здесь? Это стремление приблизиться к сильному, получить его защиту, но никак не единство духа. Правильно я вас услышала? И только вопросы времени, когда будет слито Соединенными Штатами Америки и Украина и Европа и Европа и сама Украина. Миро, очень хорошо и в науке. Они обо много говорят. Посмотрите внимательно на Турцию. Но Турция все-таки центр Османской империи. Это имперская нация, очень сильная. Кстати, Диаме реально сильная. С великанатной армией. Сколько лет обещает Турция прождение в Евросоюз? Наверное, Турция владает процветающей экономикой. Я знаю проблемы со Сляссой. Я знаю, как Раджап сейчас переизбирали. Все-таки переизбирают. Но Турция сильная страна, может быть, не очень богатая страна, по словам, сильная коммерция стран. Разве спускают европейцев к себе? Украинцы с ума сошли, когда их место, к сожалению, в европейском домике, в крематории. Их берут в качестве блюда на стол и взяли на распыл. И, собственно, их руководители ими расплачиваются, как народом, для того, себе выбить место в раю. Я знаю, как Алина Козелецкая шмыряет по инвестиционным различным мероприятиям, предлагая вложить то миллиард, то другое евро в различные, так сказать, газы, как мы начинаем. Вот они ценовые украинские крови заплатились и Садюк уже себе его приобрел во Флориде. У Данилова сын сидит во Флориде. На минуточку, это глава Саубеза Данила, кстати, из Луганского где он забыл свою мать, которая нищенствует, простите, на три копейки. Россия расплатилась воене своему величию. Амманул, собственно, нацию. Россия тут не обманулась. Конечно же, отвратительная, страшная история. Запад пошел на это совершенно, я бы сказал, осмысленно. Преусловно, что Запад все-таки не понял, что внутри самого Запада, внутри НАТО, отнюдь не является той самой, ну, какой-то организацией, где все звери раны между собой. У американцев есть игра в игре, я вам ее раскрыл. Если его погибнет, они по этому поводу ничего не скажут, они уже готов их личный план. Англосфера, и у них все хорошо. И будет хорошо, на вам взгляд, плава саксонского мира. В феврале Тихого океана, как говорится, смотрится, Mad Max, ну, там, то, как они живут в Австралии, про родину мира, про все остальное. Это их цепь председательства, они туда фатят. Они так сказали, что центр экономики мирового будет в районе Тихоокеанского пособия США, а также Австралии, Индонезии, Филиппины, Игпония и так далее. Они уже готовы туда переселяться. Поэтому, в данном случае, Европу тоже просчиталось, украинцы просчитались, но и Европу в составе НАТО тоже просчиталось. Макрон, который решил срочно прибыть, зачерпывал БРИКС, как вы знаете на совещании БРИКС, зачерпал Макрона, что опрессов БРИКС, как сумасшедший бег, это как блаха какая-то, извините. То в Африке обнаружили, то он на БРИКС засобирался. Он утратил золо своего естественного притяжения. С кем фраза будет торговаться? Откуда она возьмет Урал? Вот уже после ухода ЦАА и Мали, у них оставался Нигер. Откуда они прорывали Уран? Нигер сказал, что ну, кто же получит законченный поэт французской колонизации? Останется только Казахстан, вы можете им ценно задраться, если захотиться до небес. А они никому не нужны, они останутся голыми. Результат какой-то? Результат того, что они развязали конфликт. Мы стали ориентировать Африку на себя, а Африка на это пошла с большим удовольствием. В результате европейцы утратили Африку в качестве своей зоны притяжения. Вот Европа следующая в проигрыше после Украины. Больше ничего. Но я не вижу в этом никаких проблем. Я считаю, что пришло время в принципе Евразии и скорее всего даже Азии. И теперь это центр цивилизации. И слава Богу, на мой взгляд. Спасибо вам за интервью. Благодарили. Хорошей вечер. Благодарю за сцену. Спасибо.